Чем мне нравится Екатеринбург? Да тем, что это город рабочих, для которых все строится с большим отношением к населению. Честно, это столица. Столиц в России много. Одна главная, а остальные, в данном случае, это столица Урала. Круто выглядит и смотрится на Ураль. Когда мне говорят о части, то часть лучшая идет в ногу со временем. Ведь что такое история? История Екатеринбурга меняется веками. И сегодня город растет и вширь домами, и в высоту, высотками. Но эти высотки строятся на месте домов, уже не существующих. Потому что дома, они жили в столице Южного Урала. Но вы же должны тоже понимать, что Южный Урал это не просто сталинские дома. Необходимо делать и новостройки. Так вот, мы можем вывести за город ваши простые дома. Если вам в руки попал старенький дом от своего дедушки, то уж поверьте, ваш старый дом превратится в трехэтажный дом в новостройках, которых очень много. А эти новостройки стоят в лесу, имеющим бесконечные корни. Бесконечные корни, потому что здесь всегда был лес. А не предгорье, как в Магнитогорске. Вот в предгорях почему-то лесов-то и нету. Во как! А я это вам показываю на фоне традиционных соревнований. Вот я про что. Вообще, на город интересно смотреть через время. Не каждый день бывать там, а через год убеждаться, что Урал есть и будет Уралом, опорной точкой державы. Но то, что я вижу здесь постоянно, так это то, что опорная точка державы стоит на лучших ногах. А в партере ее даже перевернуть удается далеко не всем. Теперь об истории отношений. Я занимался борьбой. Реально это мне нравилось. И тема весьма вероятная. Я знаю, как падать лицом, а не плашмя. Это часть. Часть борьбы. Мне говорили, оставайся, но история развернулась по-другому. Но борьба для меня одно из лучших удовольствий в моей истории. Теперь вопрос о человеке, сделавшем борьбу смыслом своей жизни. И к слову, мне, ну мне лично кажется, что если бы не он, мы бы не были настолько продвинутыми. Павел Борисович Павлов. И не надо думать, что борьба это не смысл жизни. Жизнь это и есть борьба. По сути, ничего никому не дается просто так. Но борьба это не только в стойке. Иногда вы опускаетесь к плинтусу, чтобы потом залезть на высоту. И не всегда высота всем нужна. Не всегда. Это вам говорит человек, болеющий раком четвертой степени. И вы посмотрите на эти фигуры. Фигуры для той работы. Им иногда приходится поднимать то, что весит в два раза больше, чем собственный вес. Или вы думаете, что противник не знает, как это сделать? Знает и делает это. Но мысль очевидная. Именно в борьбе мысли к совершенству сливаются с вашей мускулатурой. Греко-римская борьба. Это очень хорошо. Это отлично. Давайте все-таки перегорем о тренере. Тренер у нас красивый? Тренер у вас профессионал с большой буквы. Всю жизнь работает в борьбе нашей греко-римской, любимой мужской борьбе. А каков у него уровень? Уровень профессиональный. Делал от нас очень добросовестно. Полностью посвятил тебе борьбе. Одна в нем живет уже на протяжении, наверное, 40 лет. То есть будем говорить, что если вы своего дитя отнесете к нему, будет всяко интереснее. Обязательно. Все должны заниматься мониторским. Павел Борисович, это очень любит детей, молодежь. Полностью отдается им. И вы не ошибетесь, что вы отойдете этому тренеру прекрасно. Он большой группы профессионалов. Я сам как профессионал, главный тренер, основной тренер. Говорю, Павел Борисович, это замечательный человек и очень, который любит молодежь. И готовит настоящих профессионалов размерной команды страны и селяжевскую область. Мне говорят, что все телевидение это деньги. Я говорю, нет. Нельзя тупо зарабатывать. Нужны другие правила. Именно другие правила, в которых жизнь течет. И вы знаете, бывают и черные страницы, и белые. Потому что это и есть соревнования. Соревнования, для которых двигатель, а это именно работа. Потому что без работы над телом и душой результата не будет. Но самый лучший результат это тренер. Он был круче всех. Но тренер понимать должен суть другую. А суть это в воспитании человека. Человека, знающего, как свое тело при достатке разума сможет побеждать. Давая качественно другой подход к смыслу жизни. И мы быстренько так ломанулись домой. Почему быстренько? Я объясню. Следующие городские соревнования случились ровно через 20 часов. Нормальное дело такое. Это я про выезд, а по приезду там еще было меньше. И кто лучший арбитр на матах? Павел Павлов. И как бы я определился, кто еще может? Да тот, кто тренирует детей с детства. Но тут возникает вопрос. Есть у нас в Магнитогорске кто может выступать. И не в городе. Есть такие. А теперь добавочка. Но она имеет большие корни. Да, ехать необходимо. Да, нужен представитель ГИБДД. Но по сути мы борцы с огнем и рудой. Мы, кто выплавляет сталь. Почему мы не можем себе отправить наших детей то? Ну хорошо, дети это сложно. Но он везет все сам. Но в своей машине много не переедет. Два человека плюс судья плюс оператор. Где ваш, то есть наш автобус? Или мы работая на уникальном предприятии мира не можем себе это позволить? Часть наша лучшая и это молодежь. Так дайте им возможность и жить и выступать и ездить в тепле. К слову, есть такая машина. Новая. До двух миллионов. По цене дешевле Toyota Camry. Так может вернемся к тому, что мы сможем показать наше будущее, а? Так, с фото. дешевле нам